Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали действительно большое количество лайков, и в честь этого, дорогие друзья, я предлагаю поставить лайк, потому что у нас начались летние каникулы, и чтобы они были самыми лучшими в этой жизни, просто поставь лайк на удачу. И у тебя обязательно будет всё отлично, ну а если проигнорируешь, то пеняй сам на себя. Казалось бы, чего странного и жуткого может быть симулятор автомобиля 2 в новом обновлении, которое всем понравилось, но, ребята, кое-что есть, и вы это не заметили. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и очень жуткую игру «Симулятор автомобиля номер 2». Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. Пожалуй, припаркую я тачку именно тут. И для того, чтобы вы не подумали, что я делаю какой-то монтаж или какие-то штуки, я просто возьму и отключу всех ботов в игре, чтобы не было такого, что «А, лично, да это был бот» или что-то такое. Нет, ребята, через какое-то маленькое количество времени все эти боты просто испарятся, потому что я сейчас хочу вам кое-что показать действительно жуткое и страшное в этой игре. Уже ночь смотрится страшно, да, уже на самом деле темно, но пока что боты ходят по улицам. Но это на самом деле недолго. Самое интересное заключается именно в этом здании. Ребята, приглядитесь в него, чтобы выглядели на первый взгляд. Тут у нас есть огромный дом, который высокий, квартирные дома. И мы тут покупили квартиру. И в игре появился новый жуткий страшный житель этого дома. Это пасхалка, которую добавили разработчики в обновлении. Когда вы купите этот, собственно говоря, квартиру в этом доме, то вы сможете заметить кое-что странное и кое-что жуткое, связанное с этим домом. Потому что в ночное время вы подумаете, но нет, ботов вообще уже нету, по улицам никто не ходит. Но кто тогда там, посмотрите, ребята, просто сейчас вперед. Это не прикол, это не какой-либо монтаж. Потому что вот, я могу серьезно вам сказать, конечно же, вот, ничего у меня тут не включено. Абсолютно ничего. То есть, как видите, в настройках у меня все просто максимально отключено. Ничего нету. Ни эффектов, ни плотность трафика. Вообще ничего у меня нету. Но кто же тогда тот человек, которого видно вот там? Посмотрите, что там впереди стоит. Что это и кто это? И почему он следит за нами? Я не понимаю, что он тут делает, но это смотрится действительно очень жутко. Потому что тот человек следит за нами со всех сторон. И многие могут сказать, да, это бот, который там стоит, но в этом доме не живут боты. И только мы там находимся. Но в ночное время вот этот человек там находится. Обратите просто на это внимание. Я когда ночью зашел, у меня мурашки просто по телу пошли. Потому что такого симулятор автомобиля 2 я не замечал. Но, возможно, он не единственный, кто находится на этом доме. И кто еще вот так наблюдает за нами по ночам. Это действительно очень страшно и стрёмно выглядит, когда ты играешь ночью совершенно один дома. Я надеюсь, многие понимают меня. Потому что это действительно как минимум неприятно. И даже вертолет пролетает тут очень быстро. И он какой-то стал более красный, что ли. Но, ладно, это не важно. Важно то, что с другой стороны такого человека больше нигде я не вижу. Но, можно ли его увидеть, находясь в самом доме? Давайте это проверим. Я не знаю, тут парадная лестница до сих пор не работает. Да, не работает до сих пор. Тогда придется идти. Ой, как же тут темно. И проверять это все вручную. Потому что это выглядит довольно-таки жутко. Окей. Ладненько. Поднимаемся на этаж. И пока что тут тихо и чисто. Я постараюсь открыть все возможные двери, которые есть. Но они, как видите, все закрыты. И единственная открытая дверь, это наша. Я не понимаю, почему она всегда открыта. И что происходит? Я вообще дверь не закрывал. Welcome на полу. В ванне отражения, естественно, у нас не будет. Потому что у нас нет персонажей в игре. Ноутбук. Телевизор, который заработал. Кстати, днем, в дневное время, я так понимаю, что он не работает совсем. Но не эта суть. Потому что я хочу видеть, есть ли отсюда этот человек. Но стоя на балконе, его заметить никак не могу. Потому что его тут просто-напросто нет. И пройти на вторую часть балкона тут тоже, честно говоря, вообще нет. И в таком случае я хочу сказать, что этот человек, который наблюдает за нами, он в любом случае смотрится странно. И как бы это ни было, я уверен, что он должен быть исчезнут. Потому что то, что он находится, меня действительно напрягает. Потому что в ночное время, даже когда вот ботов нет на улицах, но нет никого абсолютно, этот человек наблюдает за нами. И меня это напрягает очень сильно. Многие подписчики тоже обратились с такой же проблемой. И пока что я не знаю, как это вырезать из игры. Но, скорее всего, эту жуткую пасхалку разработчики не уберут. И у них получилось испугать нас, игроков. Потому что этот человек действительно смотрится неприятно. и зная, что в игре у нас нету даже персонажа нашего, то кто этот человек и почему он смотрит именно в глаза, прямо на нас. Как будто он сейчас где-то находится сзади, и мне прямо страшно. Мне страшно оборачиваться в данный момент, потому что я такое впервые замечаю. Поэтому, дорогие друзья, на этом все. Кодовое слово в этом ролике будет следящий. Все, кто напишет слово следящий, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был Личи. И всем до скорых встреч.